Всем привет! Добро пожаловать в новое видео! Время подвести косметические итоги прошлого года, все самое лучшее, то, что больше всего запомнилось. Я старалась выбрать то, что не появлялось в предыдущих годах и то, что мне хотелось бы забрать с собой в новый 2023 год. И уход, и декоративка, и бюджетная косметика, и люксовая, все в одном ролике, выжимка, все самого классного. Поехали! Из ухода я выбрала всего несколько баночек, по той причине, что, в принципе, мой уход в прошлом году был очень сильно ограничен. У меня была капризная кожа, было много высыпаний на фоне стресса, я ничего не могла с этим сделать, поэтому я сделала ставку на меньше, значит, больше. И то, что действительно хорошо сказалось на состоянии моей кожи, помогло справиться с прыщами, с постакне. В принципе, моя кожа стала более чистой, такой сияющей, и даже если там раз в месяц что-то появляется, эта штука еще и быстро все заживляет. В общем, стоит недорого, и я уже заказала себе новую, третью. На всякий случай про запас, потому что после того, как я очень сильно что-то нахваливаю, я потом не могу это приобрести. Это сыворотка с ретинолом от Art Naturals, я делала на нее подробный обзор, покупаю на iHerb. И очень здорово, что она представлена еще и в мини-формате, то есть вы можете заказать себе на пробу, при этом не особо потратиться. Повторюсь, что это недорогая вещь, но миниатюра, которой вам хватит на неделю, может даже на две, в зависимости от того, как часто вы будете пользоваться, стоит там плюс-минус 2 доллара. И мне кажется, что это отличная опция для того, чтобы познакомиться со средством, и если вам понравится, то можно заказать полноразмерное. Мне нравится то, что она практически ничем не пахнет. Ой, ретинол всегда имеет такой распознаваемый аромат, но здесь он умеренный, она впитывается под ноль, и она не вызывает у меня раздражений, шелушений. Не обязательно каждый день наносить, то есть раз даже в несколько дней этого будет достаточно для красивой, здоровой, чистой, сияющей кожи. Ну и, конечно же, ретинол это самое известное антивозрастное средство. Здесь в составе есть и другие компоненты, и антиоксиданты, и мне кажется, что за такую цену это просто находка. Также то, что очень сильно меня порадовало, это линейка с витамином С и в целом уход от бренда Sunday Riley. Да, это дорого, но я видела результат, причем ежедневно, когда наносила, как минимум, это сразу сияющая такая напитанная кожа. Плюс после ночного использования ты видишь, что лицо у тебя мягкое, что тоже убираются какие-то мелкие несовершенства, и это отличный уход именно на зимнее время. Крем более питательный, нежели увлажняющий, с приятными отдушками. И я купила вот этот крем уже повторно, он практически закончился, и жду, когда в наличии появится масло с витамином С. Вот эта линейка с витамином С, она не может быть бюджетной, так как я вам рассказывала, потому что здесь именно дорогая стабильная форма витамина С. И это то, что в принципе необходимо каждому типу кожи. Вы выбираете такие текстуры, как нужно вам. Если вы не хотите масла, то у Sunday Riley есть и обычная сыворотка. Мне на зимнее время хочется добавить еще и масло, причем это не жирное масло, это то масло, которое впитывается, не оставляет пленки, но оно как бы не испаряется из вашей кожи. То есть это сложно объяснить, это, наверное, нужно попробовать. И здесь такой состав, который благоприятно влияет на проблемную кожу. Действительно, когда я использовала это в дуэте, еще и ретинол на ночь, но я была безгранично счастлива от своего отражения в зеркале. И сейчас масло закончилось, и я прям ощущаю, что мне его не хватает. Хотя сам по себе крем является отличной такой базой на каждый день и на утро, и на вечер. Но вот я люблю, когда кожа, знаете, максимально укутана от холода, от ветра. И такая комбинация на мне работала волшебно. Дорого, но оно того стоит. Также безумно понравилась вся линейка бренда Pixi под названием Collagen. Я принесла только блеск, потому что у меня есть что-то, ну, что я могу использовать вместо него. Но я пользуюсь и тоником, и масками, и также сывороткой, увлажняющей под глаза, которые мне даже в холодное время года достаточно вместо крема. А весной и летом это будет вообще супер. Блеск для губ, точнее не блеск, а бальзам. Он хорошо восстанавливает губы. И сейчас вот я на пару дней, когда собирала пакет с фаворитами года, забрала его и пользовалась чем-то другим. И я все-таки вижу, что это работает еще круче. Я не знаю, сколько он стоит. Я получила большую посылку от Pixi Beauty, но я буду искать его снова. И маски для лица, там такие тканевые, они очень хорошо увлажняют кожу, смягчают и убирают даже какие-то покраснения. И вот эта штука под глаза, и базовый тоник с коллагеном, и особенно вот эта вещь для губ. Без отдушки, и он не слишком вязкий, но и при этом не растекается. То есть все так, знаете, в меру, и губы после него бархатистые. Купленный по вашим рекомендациям бибикрем от бренда Pupa. Антивозрастная версия. Еще раз скажу то же самое, что если у вас есть обычный бибикрем в такой бежевой упаковке, он тоже хорош. Но как-то вот этот еще более увлажняющий. И при том, что у меня немало декоративной косметики и уходовой, когда мне хочется купить что-то опять. Но это для меня лично показатель, потому что я не вижу замены чему-то. И это очень классное средство для ежедневного использования. Здесь SPF 30. Он такой и кремовый, но он очень пластичный. Его можно наслаивать, его можно нанести руками, тогда получится тоненький слой. Можете распределить кисточкой, тогда будет поплотнее. Но он как-то особо не заметен на лице, он не проваливается в морщинки, он дает дополнительное увлажнение. Если хотите, можете оставить его без пудры, тогда это будет такой сияющий, слегка влажный финиш. Если вы припудрите, он вообще будет держаться целый день. Он очень красиво выглядит на фотографиях, даже на видеосъемке. И я вот тоже рассказывала вам о том, что у меня оттенок 01, он не самый светлый. Сейчас, когда я нанесла автозагар, даже хотелось бы немножко потемнее, но он как-то адаптируется. То есть он не отличается от шеи, даже тогда, когда я супер бледная. Я немножечко растягиваю все, добавляю бронзер, и все прекрасно. И я также пробовала наносить его на остальных моих знакомых. Как-то за время праздников я накрасила прилично людей с разными типами кожи, с разными цветами. У кого-то темнее, у кого-то более такая светлая фарфоровая. И подружек тоже я раньше красила, и он действительно хорошо как-то так смотрится на каждой коже. И для молодой, и для возрастной. Единственное, если вам нравится прям матовый финиш, что-то супер стойкое, тогда не вариант. Но так для меня это тонирующий, увлажняющий крем с SPF 30 на каждый день. Ну, мега. Он не проваливается в морщинки на лбу, как-то не оседает некрасиво в порох, в носокубке. Но вот обожаю его. И когда мне хочется выглядеть чуточку свежее, перекрыть какие-то несовершенства и сгладить общий тон лица, я отдаю предпочтение ему. И он еще очень комфортен на лице. Вторая упаковка в этом году, и я уверена, что не последняя. Второе средство за этот год из категории тональных кремов, это тон от бренда Paese с такой белой крышечкой. Я когда-то покупала с черной, мне кажется, что они все-таки отличаются. Это знаменитый тональный крем, который любят многие визажисты. Я понимаю, за что, потому что его можно наслаивать, он может давать среднее покрытие и даже плотное. Он очень пластичный, он хорошо распределяется кистью, он оседает на коже. Даже если вы где-то что-то там не растушевали и сливается с ней, то есть не ложится пятнами, он великолепно держится. И вот сейчас мне очень хорошо подходит оттенок 01. У меня был потемнее, и он как-то сильнее окислялся. А этот, вот когда я без автозагара, это вообще мой идеальный вариант. Здесь не помпа, а вот такая лопаточка. Я как-то так приловчилась, набираю небольшое количество. И особенно мне хотелось им краситься на все вот эти новогодние праздники, когда я много готовила, там стояла над кастрюлями после духовки, при этом накрывала и подавала на стол. И мне хотелось выглядеть хорошо. Мы также фотографировались, я снимала влог, и не хотелось, чтобы я блестела слишком сильно, но чтобы кожа также не была пересохшей. И вот этот тональный крем выдержал все. Все, что я делала, я переодевалась там. Короче, это тональный крем, на который я могу рассчитывать и знать, что у меня будет лицо фарфоровой куколки, несмотря на все то, чем я буду заниматься в течение дня. Вот если утром накрасится, он до вечера останется со мной. Для жирной и комбинированной кожи рекомендую поверх нанести какую-то хорошую матирующую пудру, или если вам так, как вот мне нравится влажный финиш, можно даже на сухую кожу не наносить пудру поверх, тогда у вас будет такой супер модный влажный макияж, но не чрезмерно. За счет своей хорошей покрывающей способности он в один слой может перекрыть даже постак, на какую-то пигментацию, все, что вас смущает. И сегодня я накрасилась этим тоном рано утром, у нас пол первого, и мне кажется, что мое лицо, мой макияж хорошо сохранился, несмотря на то, что я надевала шапку, долго гуляла с собакой, потом еще переодевалась и делала домашние дела. В общем, тон, палочка-выручалочка для тех, кто любит покрытие поплотнее, и чтобы была стойка и при этом приятно ощущалась на коже и не пересушивала ее. Консилер и корректор этого года. Ну как, я продолжала также пользоваться тем, что у меня было, и тем, что мне нравилось в прошлом, в позапрошлом году, но что-то, о чем мне хотелось бы поведать в этом видео, это консилер от бренда Paese. Когда-то я его приобретала даже несколько раз, а потом увлеклась поиском чего-то нового, и как бы это мой такой вечный фаворит, можно сказать, потому что я даже не знаю, с чем его можно сравнить. Это самый легкий, что касается покрытия и вообще ощутимости на коже из всех консилеров, которые я когда-либо пробовала. То есть, если вам нравится прям такое микро-покрытие, невесомое, незаметное для возрастной кожи, чтобы это все не западало в какие-то складочки, если вам хочется именно такого подсвечивающего эффекта, а не штукатурки под глазами, то это как раз то, что надо. Если у вас, в принципе, нечего там скрывать, вам просто хочется как-то освежить область под глазами, но при этом, чтобы это все не пересушивало, и чтобы этот консилер не раздражал вас в течение дня. Это как раз, вот знаете, все в одном. Мне очень нравится это. Я часто использовала на каждый день биби-крем Пупа и под глаза вот этот консилер. Мне этого было достаточно. Несмотря на то, что я не всегда пудрюсь, он еще и держится. У меня оттенок 3, но он далеко не темный. Слегка с таким персиковато-теплым подтоном, но мне это необходимо, чтобы за счет вот этого правильно подобранного оттенка мне не приходилось сильно перекрывать все, но какие-то нюансы под глазами и так корректируются за счет правильной формулы и цвета. Супер вещь. Когда хотелось что-то дополнительно перекрыть на лице, но под рукой не было тонального крема и не хотелось возить и тон, и биби-крем, я всегда на всякий случай беру с собой корректор и консилер, потому что это два в одном, но я чаще использую его в качестве корректора именно на лицо, на периферию где-то там, но не под глаза. Хотя под глаза тоже случалось, особенно когда я делала какой-то более такой яркий макияж глаз. Иногда хочется темным подвести водную линию, такое тоже случается, когда хочется поиграться с макияжем, вот тогда нужно, чтобы под глазами было идеально. И это такой корректор-консилер от бренда Rimmel, он гораздо лучше, чем Tarte, он не так сушит, но при этом очень хорошо держится и дает, ну, супер покрытие под глазами и вообще на всем лице. У меня оттенок 4, насколько я помню, нет, 40, и вы знаете, вроде как не десятка, но он все равно не темный. Я в теплое время года не могла им пользоваться, потому что он был слишком светлым, а сейчас вот когда загар сошел на нет, то вот прям очень хорошо сливается с моим тоном кожи. Пудра этого года однозначно Сенсай, принесла только крышечку, потому что сидела, окрасилась, ну, думаю, надо не забыть. Это пудра из категории дорогих, но насколько же она восхитительна. Она вот мелкая, она и делает кожу такой, вот знаете, супер гладкой, как от фотошопленной, она скрывает поры, она хорошо матирует, при этом она подходит и под глаза, и на все лицо, и каждому типу кожи. Я красила и свою маму, и свою тетю, и свою двоюродную сестру, а у нее кожа больше склонна к жирности, нежели моя, и я всех пудрила этой пудрой. Она всем хорошо подходила, за счет того, что она прозрачная, точнее даже, знаете, она имеет легкий бежевый оттенок в упаковке, конечно же, вы на макро все увидите, но она невесомая на лице, то есть это такая вуальная пудра, которая фиксирует все, что вы захотите, но при этом не ложится очередным слоем, она не дает такого белого отблеска на фотографиях, но при этом реально сглаживает все какие-то поры, все остальное делает лицо очень красивым, таким холеным, но не мертвецки матовым, да, очень классная пудра, и визажистам на заметку, если вы хотите себе купить какую-то хорошую пудру на каждый день из люксового сегмента, то сенса это вообще одна из самых-самых крутых, которые я знаю, и которые я буду покупать, если она когда-то закончится, потому что баночка большая, категория брови, и есть одна вещь, о которой я никогда не рассказывала на своем канале, а втихаря пользовалась осенью, сегодня такой прикол получился, я взяла не свой оттенок маркера, но в целом кажется терпимо и уместно, они просто чуть темнее, чем обычно, хотя такое яркое солнце, возможно вы и не заметите, но я это вижу, поверите мне, обычно у меня не настолько яркие брови, в этом году я протестировала столько фиксирующих средств для бровей, что аж самой не верится, но я нашла свой золотой грааль, то, что мне хочется иметь в своей косметичке на постоянной основе, к сожалению, он не так просто доступен в Польше, его нужно заказывать онлайн, но этот прозрачный гель того стоит, потому что это то, что укладывают ваши брови, так как вы захотите держаться целый день, даже если вы решите начисать их в противоположном направлении, у вас-то получится, он будет все это держать, я на полном серьезе, это не просто эффект ламинирования, это как такие прилизанные брови, я не знаю, почему мне это настолько сильно нравится, возможно это веяние трендов, но за счет того, что я ношу коре, и волосы у меня часто у лица, волоски длинные, мне нужно их прибить к коже, чтобы они не шевелились, иначе форма бровей просто-напросто теряется, получается какой-то хаос, это бренд Шварцков, Cut to Be, это прозрачный гель для бровей, с удобной большой щеточкой, с одной стороны она с такими более длинными зубчиками, и вот если вам нравится такая умеренная фиксация, вы используете эту сторону, если вам хочется прям зачесать, так зачесать, как в инстаграме, у всех этих роскошных моделей, вы переворачиваете, и пользуетесь вот этой такой равномерной стороной, тогда это все приглаживается, я обязательно в ближайшее время сниму какую-то собиралку, или это будет в части влога, что-то как-то руки не доходят, было слишком много разных дел, но слушайте, вот эта вещь, это нечто, это правда самое крутое, что я использовала для фиксации для бровей, покупала я его в Германии, когда мы были в обычном косметическом магазине, типа DM, что-то такое, вот, и он стоит в отделе средств для волос, то есть не на стендах с какой-то декоративкой, нет, и мне подсказали молодые девушки, когда я искала его, они говорят, да, это вам точно надо, возьмите, вы не пожалеете, так и случилось, буду искать онлайн у нас в Польше, видела, что продается, это тоже недорого, такой масс-маркет, очень достойный, всем, кто любит такой эффект, вот вообще от души рекомендую, для того, чтобы заполнить пробелы, после того, как я уложу волоски при помощи любого прозрачного геля, но сейчас однозначно всегда использую вот этот, я прорисовываю недостающие какие-то там волоски при помощи карандаша или же маркера, большую часть года я использовала маркер для бровей от бренда Эвелайн, и у меня был самый светлый, лайт, и знаете что, сегодня я схватила мидиум, только по той причине, что у него самые светлые колпачок, я не знаю почему так, у вот этого лайт, колпачок потемнее будет, вот это лайт, вот это мидиум, и я вот так вот, знаете, немножко это, промахнулась сегодня, это и пудра для бровей, и маркер, два в одном, очень удобная такая кисточка, это не фетровый наконечник, и со второй стороны в губке есть еще и пудра для бровей, типа как тени, я красилась этой штукой, даже на море, вот когда мы были, было супер жарко в Хорватии, и купалась, и брови остаются там, где они должны быть, очень удачные оттенки, я скажу вам больше, мне всегда казалось, что маркер, это больше про тренды, это не совсем понятно, и удобно, и быстро в использовании, для не любителей макияжа, но вот сейчас у меня были гости, и не поверите, большая часть гостей, была накрашена именно маркерами для бровей, у тети татуаж, поэтому ее обошла эта участь, но вот те, кого я накрасила, и свою Анетку, и соседку красила, все пошли и купили себе этот маркер, он может быть таким полупрозрачным, но правильным серо-коричневым, даже с легкой оливковой ноткой, как я люблю, это Light, Medium, самый универсальный, тауповый, он в меру темный, и моя сестра, которая далека от макияжа, она говорит, блин, быстро, просто и красиво, естественно, мне такое тоже надо, и она была удивлена, что это бюджетная косметика Evaline, также мне нравятся карандаши для бровей от Evaline, наверное, это не новинка этого года, но я как-то так все чаще и чаще прибегала к использованию, закончился, купила снова, точно так же, как вот маркер покупала, и сейчас мне прислали все вот эти оттенки, но приобретаю сама, значит, карандаши удобные, это микрокарандаш, который выкручивается с таким тоненьким стержнем, он и не жесткий, он не оседает на волосках, и со второй стороны еще и щеточка, очень хорошо прокрашивает какие-то пробелы, и самая стойкая вещь, это, конечно, помадка, или вот эти маркеры для бровей, но если вы как-то не трете брови, не трогаете их в течение дня, то карандаш будет держаться хорошо, если вы поспите, то может где-то подстереться, но в целом я не могу жаловаться на стойкость, просто говорю, если у вас, не знаю, жирная кожа, например, да, то, наверное, лучше будет держаться маркер, или помада для бровей, кстати, помада от Evelyn, именно для бровей тоже отличная, бронзеры, давайте начнем с дорогого, это бронзер от Chanel, Le Beige, у меня более светлый оттенок, я о нем рассказывала, о том, как мы не сразу подружились, но я в него влюблена, я буду использовать его и весной, и летом, когда мне еще больше хочется переключиться, именно на кремовые текстуры, но сейчас, когда мне нужен красивый, свежий макияж и быстрый, я тоже беру этот бронзер, у меня оттенок 390, это не тот такой более загорелый, культовый, он чуть отличается, и он не пластилиновый, он очень приятно, и хорошо втушевывается в кожу, даже если вы не умеете краситься, берете какую-нибудь кисточку, типа для тонального крема от Seventeen, так тап-тап-тап, и у вас все уже растушевано, и если у вас не загорелая кожа, не темная, то вот этот оттенок будет смотреться красиво, это бронзер, девочки, это не скульптор, вы им не нарисуете себе четкие скулы, но для того, чтобы придать легкий такой эффект загара, это вообще супер вещь, и тоже отлично держится в течение дня, то, что я всегда и везде ношу с собой, то, что тоже намазала на всех своих родных, они у меня тут были подопытными кроликами, но реально перед праздниками, или даже потом на каждый день уже выстраивалась целая очередь, я такая, ну, поехали, сейчас я вас накрашу, зато я могла посмотреть, как вот что-то, что мне кажется универсальным, выглядит на более светлой кожи, или более загорелой, потому что моя двоюродная сестра светлее, чем я, тетя тоже, а мама наоборот более такая темненькая, у нее кожа, наверное, где-то на 2 тона темнее, чем у меня, и вот я сейчас вам покажу палетку, но я мечтаю, чтобы этот бронзера-скульптор продавался отдельно, это палетка от бренда Хэан, она очень потертая, я дико извиняюсь, но так случается, когда ты чем-то пользуешься регулярно, и везде таскаешь с собой, брала в каждую поездку, потому что это универсальные средства, которые я использую и на глаза, и на лицо, и в которых я могу быть уверена, у меня это палетка Day Glow, то есть такая дневная, и здесь румяна от цвета чайной розы, можно сказать, такой розоватый хайлайтер, можно даже назвать его розовым золотом, и вот именно хайлайтер мне больше нравится наносить в качестве теней, таких освежающих, румяна здесь, ну, можно сказать, матовые, они без блесточек, но это не те матовые румяна, которые как меловые, нет, они подойдут под каждый макияж, я думаю, что сводч вы можете даже и не заметить, но когда хочется придать чуть-чуть какой-то живости своему лицу, игривости, свежести, ты так раз-раз, но при этом ты не будешь блестеть, как новогодний шар, и будет подходить такой цвет под каждый макияж, хайлайтер, не могу назвать его универсальным, но если хотите что-то универсальное, то у Хан вообще одни из самых лучших, именно палеток для лица, и румяна у них хорошая, и вот хотелось бы, чтобы бронзер еще продавался отдельно, потому что он уже у меня заканчивается, за что мне так полюбился этот бронзер, он правильного оттенка, точнее, вот как я сказала, это и бронзер, и скульптор, то есть он в небольшом количестве может чуть-чуть подчеркнуть ваши черты лица и придать легкий оттенок загара, и если нанесете плотной кисточкой и добавите побольше его, то тогда у вас получится такое естественное скульптурирование, мягкая текстура, плавная растушевка, и это то, что подходит каждому тону кожи, у меня вот у тети такая розоватая кожа, я боялась, что на ней он может как-то серить, как-то некрасиво смотреться, но нанося аккуратной, более пушистой кисточкой, супер, и здесь еще есть, ну вот не частички какие-то сияющие, но он с каким-то вот таким легким, что ли, отблеском, но благодаря тому, что это не мат, это смотрится действительно очень натурально и так, по-настоящему, и еще и лучше растушевывается, супер, я думаю, заметно, что я ее любила. Еще одни румяна, которые мне хочется вспомнить в этом видео, это Dior, вот такие яркие, не бойтесь, опять же, они хорошо и красиво, уместно, не так ядренно смотрятся на каждом оттенке кожи, и они мгновенно освежают, они тоже подходят под многие макияжи, можно наслоить, тогда будет поярче, вот как сегодня на мне, потому что все-таки камера съедает часть цветов, и мне хотелось, чтобы все-таки у меня был полный боевой раскрас, раз уж мы говорим о декоративной косметике сегодня, очень удобный формат, они небольшие и никогда не пятнят, да, дороговато, я согласна, оттенок у меня Rosy Glow, но что-то в них есть, вот чтобы прям гоняться, отдавать за них последние деньги, такие, нет, я же за ними гонялась, как истинный бьюти-маньяк, я не жалею, что я их купила, очень хорошо смотрятся на лице, и они не блестят, ну вот какие-то они в самом деле необычные, и, наверное, за счет того, что в упаковке смотрятся ярко, на лице наоборот, вот так, знаете, красивенько и нежно, этим они, наверное, тоже привлекают, туши для ресниц, та, которую я покупала чаще всего, и сегодня я тоже накрашена ею, это Eveline So Black Look Up, она с силиконовой щеточкой, такой грушообразной, не знаю, ну, она не к елочке, а с таким углублением посередине, приподнимает ресницы, подкручивает их, прокрашивает каждую, можно еще больше разделить реснички, но так как я наношу то, что в один, то два слоя, то эффект можно, скажем так, дозировать, вот, и она очень черная, она держится в течение всего дня, не осыпается, не размазывается, я заметила, что сейчас, когда я использую более такой увлажняющий крем под глаза, то мне удобнее не наносить тушь на нижние ресницы, чтобы точно ничего не отпечаталось, потому что, если ваша тушь отпечатывается, то на это может влиять и ваш крем, и какой-то консилер, у меня это зачастую увлажняющее, я не сильно пудрю область под глазами, это тоже может способствовать тому, что ваша тушь отпечатывается, и иногда у меня слезятся глаза, я еще регулярно болею, то сморгаюсь, то еще что-то, короче, лучше, чтобы туши на нижних ресницах не было, и за счет того, что у меня верхние ресницы и нижние очень длинные, то эти нижние ресницы визуально опускают мой взгляд, делают его таким грустным, иногда слишком кукольным, и нижние я прокрашиваю крайне редко, уже на протяжении нескольких лет, а вот на верхние всегда наношу, если я делаю полный макияж, каждый день, конечно, я ресницы не крашу, но если уж уберусь за это дело, то получаются вот такие крылья бабочки, и я взяла эту тушь от Эволайн, но на самом деле, я хотела сказать вам о розовой, просто чтобы не забыть, тоже линейка Варите, в такой нежно-розовой упаковке, и она уже со щеточкой такой, в виде елочки, и она очень сильно улиняет их, разделяет, и тогда мои ресницы с ней еще длиннее, чем сейчас, я ее очень любила, тушь от Poes, под названием Igasm, она имеет совершенно другую щеточку, сейчас вот это запаковано, когда у меня ресницы как-то так обновляются, они бывают то короткими, то длинными, и их очень сложно накрасить, потому что новые отрастают, такие старые, длиннючие, и тогда вообще какая-то непонятка, а с этой тушью, она вообще способна выложить даже самые такие слабенькие ресницы в красивый веер, и она дает больше объема, но еще и удлинения достаточно, все-таки это больше, наверное, объемная тушь, и силиконовая, такая необычная, но, как оказалось, удобная щеточка, не хочу ее распечатывать, только по той причине, чтобы она не начала засыхать, я люблю закончить одну, и потом переключаюсь на другую, но у меня была точно такая же, новая, и она, кстати, в отличие от многих недорогих тушей, очень долго служила, и не высыхала, из категории теней, были какие-то находки, и я даже принесла палетку от Catrice, вот эту из последних бюджетных находок, она действительно потрясная, но я не могу сказать, что я ее пользовалась, ну, чаще, чем какими-то другими тенями, если ищете недорогую базовую, то это будет хороший выбор, ну, честно признаюсь, что чаще я использовала какие-то старые свои тени, а вот база под тени у меня новая, это The Balm, то есть для тех, кто смотрел еще олдскульный YouTube, возможно, это не станет каким-то великим открытием, но я начала пользоваться этой базой только в этом году, и она очень хорошо держит тени в течение дня, она делает их ярче, на нее хорошо приклеиваются какие-то сияшки, и все гораздо как-то проще и плавнее растушевывается, то есть получается такая растушевка в дымку, сегодня не воспользовалась ею, потому что опять же сложила все в пакет, я прям ощущала, что мне ее очень сильно не хватает, она не пересушивает веки, прозрачная, но она и не такая липкая, знаете, а скорее как легкий кремик, но потом, когда ты наносишь хотя бы прозрачную пудру или бежевые тени, она вообще никак не ощущается, на глазах она не залипает, здесь большой объем, надолго хватит опять же, очень классная, из категории middle, наверное, потому что debalm, ну, наверное, это еще не люкс, хотя я давно не проверяла цены, категория губы, юки ложись уже спать, приходится переснимать эту часть, даже при ярком солнце, потому что она просто очень сильно хрустела, ребенок обедал, в общем, я не нашла ничего нового из категории карандашей, вот действительно, меня же саму раздражает, когда кто-то так говорит, но рука действительно тянется постоянно за одним из них, в зависимости от цвета, который мне необходим, по настроению, подходит к одежде, к общему макияжу и так далее, в общем, это тот набор, который я могла бы оставить на ближайшие несколько лет и не искать ничего нового, я буду рада открыть для себя какие-то новые цвета и текстуры, но пока что это вот мои такие фавориты вне времени, хоть и говорила, что не буду ничего показывать из прошлых лет, но о помадах всегда больше всего вопросов, поэтому скажу, что и как. Карандаш Пупа 004, вот его цену я помню, потому что я недавно его покупала, и, конечно, дороже, чем раньше, но он того стоит. Он и большой, можно долго пользоваться, и также суперпигментированный, то есть достаточно немножко для того, чтобы прокрасить контур губ, или даже заполнить полностью, там, как вы хотите. Это очень красивый, такой темноватый, выразительный, и нюдовый, с такой розовинкой, холодный оттенок, и трендовый, и ко многим другим помадам он подходит. Вот правда, помимо красного, я могу накрасить его с каждым. Очень нравится этот цвет, еще и со второй стороны спонжик можно растушевать, и сделать такое омбре. Второй карандаш тоже нюдово, даже персиково-розовый, можно сказать. Вот на мне он смотрится так, это Charlotte Tilbury Pillow Talk. В отличие от помады, еще раз скажу, от карандаша я без ума уже не первый год. Повторяю и повторяю. И классика жанра это MAC. Такой чуть потемнее нюд, но он не слишком холодный, и при этом универсальный, можно сказать, это Whirl. Только на супер светлых девочках, которые не любят такого плана карандашей коричневых, он будет слишком темным. А так, особенно на тех, у кого нейтральный такой оттенок кожи, или для тех, кто потемнее, если вы загорелая девчонка, или такая смугляночка, то на вас это будет смотреться очень красиво, и когда мне хочется губы цвета пиона или розы, что-то поярче, я выбираю Soar. Они не такие мягкие, как, например, Pupa или Charlotte Tilbury, но они стойкие, и это хиты продаж MAC уже на протяжении многих-многих лет, я понимаю, почему. Сама, как видите, постоянно за ними возвращаюсь. Улажняющие помады и блески на каждый день, которые у меня разложены по всем сумкам, особенно вот эта линейка Varieté от Evelyn, у них все суперкрасивые цвета, и вот этот розовый я почему-то часто использую тогда, когда на мне практически нет макияжа, только брови и вот этот блеск, и сразу как-то так более фореш. Он, кстати, на губах не такой яркий, а полупрозрачный, в нем немного светоотражающих частичек, но это не бросается в глаза. Удобный аппликатор, они улажняют, и там все цвета очень удачные. Пахнет мятой, красивое оформление, и я обещала разыграть вам подарок в инстаграме, и там тоже будут эти блески. Когда не знаю, чем накраситься, ну, типа, хочется и нюд, и что-то такое не слишком бледное на губы, я беру одну из вот этих улажняющих помад, или когда совсем не накрашена, но нужно что-то, чтобы подчеркнуть и улажнить губы. Это первый golden rose, вот такой бальзамчик, у меня еще где-то есть второй розовый, не смогла его найти, вот эта привычка распихивать все по карманам и по сумкам, доводит до того, что я теряю даже самое любимое. оттенок 01 очень красивый нюд и не розовый, и не слишком такой коричневый, в меру универсальный, приятно ощущается на губах, и вот эта помада от essence в оттенке 303, увлажняющий нюд называется, в упаковке она кажется такой даже красноватой, но на губах полупрозрачная и часто комбинирую ее с карандашом, например, от MAC, когда хочется очертить контур, это те помады такие и блески на каждый день, если уж я крашусь и хочется сделать губы более выразительными, тогда я беру одну из вот этих двух помад, они разные, и разная текстура, разные финиши, цвета, я просто выбираю что-то к чему душа лежит в определенный день, во-первых, это MAC Saltriness, 304 матовая помада, она такая как бархатная, пахнет ванилькой, и это не та матовая помада, к которой мы где-то привыкли в MAC, это как свежее дыхание, она ложится таким полупрозрачным слоем, она не стягивает губы, она еще немножко сладенькая, очень круто ощущается на губах, сразу передает оттенок, и по цвету она напоминает карандаш Pillow Talk, и в дуэте это восхитительное сочетание, и еще раз скажу, что это не то же самое, что обычная матовая помада MAC, хотя их я тоже люблю, последний раз была в MAC, последний раз была в MAC, хотела купить маме, но, к сожалению, была распродана, так что цвет пользуется популярностью, такой, знаете, не слишком яркий, и тоже универсальный, он не холодный, прям вот, чтоб сильно, да, наверное, в нем чуть больше холодинки, чем теплых каких-то тонов, но цвет, конечно, очень комплиментарный, и всегда девочки спрашивают в инстаграме, на ютубе, что у тебя на губах, когда у меня эта помада, и та помада, которую я уже сегодня, знаете, вот так вот выгребала, выгребала, она уже даже чуть-чуть подсохла, это Estee Lauder, я купила ее, наверное, в начале этого года, и часто пользовалась, 929 оттенок, это уже холодный, такой тоже, можно сказать, модный цвет, но он не слишком лиловый, то есть он не будет впадать в какую-то серинку, сегодня у меня на губах очень красивая, приглушенная чайная роза, и чем меньше вы ее нанесете, тем более современная и стильная это будет выглядеть на губах, и эта помада настолько самобытная, что вы можете просто накрасить реснички и не подчеркивать глаза тенями, но если в этом нет какой-то острой необходимости, вы там не корректируете как-то форму век, нормально себя ощущаете с голыми глазами, с голыми, в кавычках, конечно, но хочется, чтобы это было, так знаете, заметно, тогда добавляете такую помаду, она хорошо держится, даже если вы что-то съедите, она все равно останется на губах, держится лучше, чем, например, MAC, но это не классическая матовая помада, она как муссовая, и вот сегодня я чуть переборщила, я сегодня со многим как-то так, знаете, гулять так гулять, и мне нравится, когда она чуть тоншим слоем на губах, и мне хотелось бы купить что-то еще поярче, я посмотрю, что у них там есть, во время скидок все было распродано, я видела, что их любят и визажисты, которые создают такие современные, очень модные образы, и слушайте, мы совсем справились, я не помню, когда я так быстро на одном дыхании сняла все видео, я надеюсь, что вам сегодня со мной было интересно, в описании к этому видео вы найдете все точные названия, оттенки, и по возможности ссылки для вашего удобства, не забывайте поставить пальчик вверх, мне будет очень приятно, напишите, какие у вас были косметические открытия этого года из уходовой косметики или из декоративной, и на этом мы с вами прощаемся, завтра берусь за съемку нового влога, и мы с вами увидимся совсем скоро, у меня очень много идей и вдохновения на этот год, поэтому я верю в то, что мы с вами будем встречаться чаще. Все, пока-пока, до новых встреч!